Парфенон Две с половиной тысячи лет Парфенон является непревзойденным примером древнегреческого архитектурного мастерства. Несмотря на все разрушения, храм остается прекрасным и величественным. По остаткам сохранившихся колонн и других конструктивных элементов, воспоминаниям и рисункам тех, кто видел храм в разные времена, были созданы различные макеты Акрополя. На основе одного из них была создана 3D-стерео модель холма с Акрополем. Парфенон является часто копируемым зданием в мире. Есть много зданий по всему миру, которые были сделаны в том же самом стиле. Кстати, в 1897 году в городе Нешвили штат Теннесси была построена полномасштабная копия оригинального Парфенона. По истертым за столетие камням пройдем через пропеллии к величественному Парфенону и постараемся выяснить причины его неувядающей славы. Восприятие архитектуры – это восприятие трехмерного пространства, визуальная оценка которого в этих трех измерениях не одинакова. Хуже всего мы чувствуем глубину пространства, хотя и обладаем бинокулярным зрением. Каждый глаз также не является идеальным оптическим прибором. Дисторсия, астигматизм и другие дефекты органов зрения приводят к неадекватности восприятия длины и высоты предметов, их формы. Мозг тоже вносит свою долю в эту неадекватность. Зодчие древней Греции знали об ошибках восприятия архитектурных объектов, не углубляясь в их реальные причины. И для того, что скомпенсировать эти недостатки, они применяли определенные инструменты обмана зрения. Они так искусно нарушали пропорции элементов и изменяли их положение, что человек смог увидеть идеальную картинку. Как здание в целом, так и его отдельных деталей. При строительстве Парфенона были внесены следующие изменения в порядок размещения колонн. Первое. Пролеты между колоннами увеличиваются в центру. Для идущего вдоль колонн зрителя они кажутся одинаковыми. Второе. Угловые колонны ближе придвинуты к соседним. Благодаря этому, наружная масса здания замкнулась и уплотнилась на углах. Третье. Колонны внешнего ряда портика больше внутренних колонн. В результате кажется, что они стоят дальше и что портик глубже, чем на самом деле. Четвертое. Угловые колонны наклонены к центру. От этого они выглядят намного выше и стройнее. Разница незначительна, но существенна для образа здания в целом. Благодаря наклону колонн, наружный объем Парфенона в целом сужается кверху, что созвучно энтазису колонн. Архитекторами Парфенона также была изменена геометрия колонн. Первое. Угловые колонны сделаны толще остальных. Это создает иллюзию их одинаковой толщины с другими колоннами. Здесь архитекторы учитывали эффект иррадиации, согласно которому угловые колонны на светлом фоне неба кажутся более тонкими, чем остальные колонны на темном фоне стен храма. Второе. Ствол колонн утолщен в центре. Это так называемый энтазис, сделанный для того, чтобы колонны не казались сжатыми посередине. Тем самым строители добились зрительного ощущения четко выведенной вертикали. А это привело к тому, что строение кажется большим по размеру и выше, чем на самом деле. Третье. На поверхности ствола колонн сделаны каннелюры. Вертикальные желобки, которые подчеркивают вертикальность колонн. Кроме того, каннелюры наглядно выявляют объем ствола колонны. Это происходит благодаря тому, что тени, которые в них ложатся, имеют разную величину и форму в разных каннелюрах. Кроме того, движение Солнца перемещает со временем эти тени, и колонны как бы меняют свой облик. Четвертое. Вертикальное движение вверх усилено также тем, что колонна расчленена на ствол и капитель. Строители также заложили некоторые особенности и в другие элементы Парфенона. Первое. Высота ступеней постепенно повышается от краев к центру. Это делает ступени визуально совершенно ровными. Второе. Поскольку все колонны приблизительно одной высоты, кривизна ступеней передается антаблементу. Поэтому все части антаблемента, в свою очередь, тоже очерчены кривыми линиями. То есть, карнизы и кровля Парфенона слегка изогнуты. Однако это создает оптическую иллюзию прямоты сооружения. Третье. Фронтоны и антаблемент отклонены от вертикального положения. Четвертое. Соблюдены определенные пропорции в высоте архитрава, фриза и карниза. Благодаря умению греческих строителей, в архитектуре Парфенона мастерски реализованы специальные меры не только для компенсации оптических искажений, но и для усиления зрительного восприятия. Уже много веков он восхищает своей целостностью, гармоничностью пропорций, выразительностью, плавностью и совершенством архитектурных форм. Вследствие этого Парфенон заслуженно считается мировым архитектурным шедевром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова